...отделение учреждения правоохранения Гродненская клиническая больница номер 2 города Гродно. Слова благодарности за неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в адрес медиков звучат уже не первый раз. И тем не менее, сложно переоценить их труд. Ведь именно они приняли основной удар COVID-19 на себя. И сегодня искреннюю признательность медикам в рамках республиканской акции «Поклон вам низкий, наши доктора» выразил Белорусский фонд мира. Всего по городу Гродно было награждено 17 лучших работников медицины. Все мы стали врачами-инфекционистами, пришлось переучиваться. Начинать, конечно, было тяжело, немножечко страшновато. Но вы знаете, что при таком объеме работы бояться некогда. Поэтому мы все делаем на ходу. Учимся, помогаем, учим наших пациентов, как себя вести. Учимся сами не бояться и учим наших больных. Не бояться этой инфекции. С ней нужно сражаться. В Гродно усилили меры по профилактике коронавирусной инфекции в школах. Чтобы предотвратить заражение детей COVID-19, с 9 ноября все школьники старше 14 лет должны будут приходить в учреждения образования в масках. Родители должны понимать, что такие меры в первую очередь направлены на защиту детей от коронавирусной инфекции. И тем не менее, в случае, если школьник вдруг забудет средства личной гигиены дома, учреждения образования его все равно пустят. Правда, предварительно позаботившись о безопасном пребывании ребенка в стенах школы. Конечно же, проведение санитарно-противопедемических мероприятий в учреждениях образования находится на постоянном контроле. Прежде всего, конечно же, мы обращаем внимание на то, как организован контроль за состоянием здоровья работников, педагогов и других работников учреждений образования, школ. Обращая внимание на то, как организовано социальное дистанцирование в школе, в том числе и рассадка, в том числе и как организовано проведение уроков, как организовано питание в столовой, однозначно мы смотрим на то, каким образом организовано проведение текущей дезинфекции в школе. За плечами медиков не один месяц изучения COVID-19. Имея такой убыт, многие специалисты уверены, скоро времени мы найдем долгожданное лекарство. Однако уповать только на врачей не стоит, тем более, что изменить ситуацию в положительную сторону несложно. Главное – соблюдать простейшие правила ношения масок, держать дистанцию, использовать дезинфицирующее средство. К слову, сегодня аптеки полностью удовлетворяют спрос населения на данные категории товаров. Создан достаточный запас масок медицинских различных производителей – это одноразовых и многоразовых антисептиков, дезинфицирующих средств для бесперебойного обеспечения населения, даже с учетом подъема спроса на эти изделия. Если летом он был ниже и в начале осени, то за октябрь месяц реализация масок медицинских составила свыше 2000 штук. И если в первый месяц возникновения COVID-19 маски были тем продуктом, вокруг которого ажиотаж только нарастал, то сейчас медики отмечают, что напряжение вокруг этого товара идет на спад. И тем не менее, сегодня в рейтинге самых покупаемых аптечных продуктов маски занимают одну из лидирующих позиций. Здравствуйте, можно маску? Спасибо большое. Мало просто купить маску, нужно ее еще и правильно использовать. Надевать маску нужно, держась непосредственно за тесемочки. Вот таким образом. Расправляем ее и закрепляем на носу. Многие говорят, что они не носят маску, потому что им трудно дышать. И поэтому они иногда снимают ее вот так, либо вообще вот так. Это абсолютно неправильно и может быть даже небезопасно. Специалисты говорят, что если вам неудобно дышать в маске, нужно просто сменить вид маски. Тем более сейчас в сети аптек представлен достаточно широкий ассортимент как одноразовых, так и многоразовых средств защиты. Такие профилактические меры, как ношение маски, позволяют не только обеспечить свою безопасность, но и сохранить здоровье близких. Ведь бороться с коронавирусной инфекцией должны не только медики. Это забота всего общества. Ольга Пранкевич, Андрей Шиповалов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова